я вас всех снова приветствую итак тема адаптер про зимние ботинки часть 2 в прошлой серии мы говорили вернее мы говорили в прошлой серии говорил я вы слушали про запасные ну скажем так вторые ботинки которые имеет смысл носить с собой в зимний период а сейчас тема также про ботинки но вот про ботинки которые являются зимними но не предназначенными для каких-нибудь серьезных выходов это ботинки которые вы уже относили в городских условиях они хорошо разношенные конечно же они вам очень нравились но они уже вы понимаете не имеют тот вид и вы думаете но теперь я их добью где-нибудь таких вот своих движениях пойду и вот там они пусть умрут ребята это большая ошибка лучше пусть они умрут в городе где вы сможете их поменять всегда то есть но ни в коем случае нельзя донашивать или убивать и пусть они умирают где-нибудь там на скалах ботинки нет это должно быть конечно же уже не в первый раз одеты и на вас ботинки это должны быть уже более не менее проверенные ботинки но не надо их туда относить как знаете есть такой японский фильм легенда о на райами ну это кому будет интересно можете посмотреть так вот производитель данных ботинок достаточно известный я даже не буду называть его может кто-то узнает по фа по форме самого ботинка производителя все хорошо все хорошо и подошва и как бы и сделаны хорошо и нигде не отлезли то есть нигде не расклеились в некоторых местах я вам честно скажу что они уже ну как бы видно что будут там продолжать расползаться но суть не в том хочу сказать о том что во первых здесь абсолютно фальшивый вот такой вот вариант пришитого языка как бы да то есть он не обеспечивает полная вот влага скажем так отведение то есть если вы на пер наступить в этом ботинке вот так то в принципе вода войдет вовнутрь потому как язык здесь хоть и пришит но пришит абсолютно обычной тканью да то есть такое вот псевдо ощущение чтобы он является цельным далее производитель в данном случае и этой модели да и вообще в принципе вы наверное обращали внимание он старается вас привлечь ваше вернее внимание привлечь максимально к своему товару чем он пытается дизайнерские дизайнерскими решениями вас заставить присмотреться именно к этой модели возможно посредством какой-то агрессивный внешний вот такой вот какой-то внешний агрессивный какой-то внешнему агрессивному виду вот возможно каким-то там дополнительным вставкам и чем больше таких вставок тем вам кажется что блин они классно выглядят они реально классно выглядят особенно когда новые эти именно вставки эти дополнительные элементы это и есть вот те слабые места я сейчас внимание не говорю про специализированную какую-нибудь там пер альпинистскую обувь во первых она и стоит в раза четыре наверное дороже чем эти ботинки именно правильно серьезно альпинистская обувь и там каждый узел там каждый элемент оправдан и там вторым а возможно даже и третьим местом идет внешний вид там в первую очередь важен именно функционал и вы сейчас скажете ну и наверное неубиваемость неубиваемость знаете умирает все все в этом мире тлено и даже мега супер ботинки вот они тоже умер так вот возвращаемся к теме того что вот эти ботинки как бы они являются классными да классными но повторюсь что именно вот через эти элементы а примером вот если вот посмотрите является вот четкий здесь вот такой вот момент который уже так отклеился отошел зачем здесь нужно было скажите мне где-то такой двойной шов и двойной кусочек еще дополнительные до кожи но двойной зачем только для красоты только для того чтобы я так ну класс вот или например сзади вот обратите внимание вернее вот здесь вот такой вот элемент был кругленький зачем он да он возможно внешне конечно же отличает эти ботинки от других более простых моделей но он именно здесь именно здесь он и вот так вот начал себя плохо и неправильно вести то есть в целом еще раз чем проще тем лучше многие сейчас из вас подпрыгнут и скажет ха я победитель вообще лидер мнений в отношении того что валенки это лучшие ботинки вернее лучшие лучшая обувь для зимних каких-нибудь там движений да не спорю это каких-то возможно пребывание в определенных условиях валенки действительно являются неплохим решением но не лучшим и вот что такое есть лучшее решение я посредством нескольких программ и планирую вам рассказать ну а сейчас конец второй части скоро увидимся